Добрый день. Ну что ж, рынок по большей части, в общем-то, замер в ожидании сегодняшнего утреннего голосования в Сенате. Ну, утром оно будет, естественно, в Вашингтоне. У нас уже будет ближе к вечеру в это время. Дело в том, что буквально вчера вечером лидер демократического большинства в Сенате заявил о том, что вроде бы как они достигли некого соглашения с республиканцами и договорились о временном, скажем так, увеличении лимита государственного долга. Ну, это сделано с тем, для того, чтобы предотвратить шатдаун и остановку функционирования всевозможных государственных ведомств, структуры и тому подобное, то есть, чтобы госмашина продолжала функционировать, там полиция, почта, страховая медицина и тому подобное. В общем, все крайне-крайне необходимое. Но это не означает, что все, вопрос закрыт. Нет. Это лишь временное продление и должны будут достичь соглашения до 3 декабря. То есть, это же для того, чтобы выиграть время. Не более того, ни о каких договоренностях и о единой точке зрения между республиканцами и демократами говорить пока не приходится. Камнем преткновения, естественно, является тот самый знаменитый план Джозефа Байдена, то ли на 3, то ли на 4 триллиона долларов. Сейчас уже начинают разные цифры рисовать. В основном, которые идут якобы на социальные нужды, при этом даже за счет инфраструктурных проектов. То есть, речь уже идет о том, что надо отменить финансирование инфраструктуры стоимостью почти в полтриллиона долларов. И эти деньги перевести как раз на социальные нужды. Якобы на социальные нужды. Они направлены на поддержку всевозможных меньшинств, мигрантов и так далее. То есть, по сути дела, раздача денег непосредственному электорату демократов и потенциально тех, кто может за них проголосовать. В следующем году выборы в Сенат. Понятное дело, что республиканцы такое дело пропускать не намерены, потому что это очевидно, что является прямым подкупом избирателей. Некоторые республиканцы прямым текстом это так и называют. И, соответственно, пытаются всячески этому противиться. Посмотрим, получится ли им прийти к некоему соглашению. Но, по крайней мере, практически наверняка. Сегодняшний день, точнее, американская сессия начнется с радостного сообщения о том, что все, ребята, расслабились. До 3 декабря продолжаем функционировать по-прежнему. Никаких проблем не будет. И, в некоторой степени, вот эта новость, она, по большей части, оправдала вчерашний рост доллара. Ну, по отношению к евро, фунту. Да, они в течение всего вчерашнего дня достаточно активно снижались. Но был вопрос, а что здесь? На каком основании? Ну, по большей части этот рост был обусловлен банальной спекуляцией. У знаменитой пословицы «покупай на слухах, продавай на фактах» есть же обратная сторона. «Продавай на слухах, покупай на фактах». То есть, ее можно повернуть как угодно. И когда ждут чего-то такого экстраординарного, при этом всех, скажем так, разогрели перед этим достаточно серьезным информационным шумом, то, понятное дело, ожидают одного решения, накручивают, и, соответственно, идет спекулятивное движение против вот этой самой накрутки. Тут вчера, по большей части, мы именно это и наблюдали. Потом все замерли, потому что сказали, не, ребята, накручивали зря. Мы сейчас обо всем договоримся. Ну, по крайней мере, попытаемся, выиграем время себе, еще что-то. То есть, новость несколько пошла вразрез тому информационному потоку, который был в средствах массовой информации, там, вплоть до дефолта, впервые в истории Соединенных Штатов. Ну, то есть, кто во что гораст. Еще раз говорю, паниковать тут, естественно, причин не было, потому что подобная ситуация в Соединенных Штатах складывается регулярно, практически год из года. И раз в несколько лет, раз в четыре года, раз в шесть лет подобная история становится, ну, действительно, выходит в острую фазу и доходит до шандаунов. То есть, при остановке работы государственных ведомств. Чаще всего это происходит раз в шесть лет, как раз перед выборами в Сенат. Потому что, подчеркиваю еще раз, что, по сути дела, вся полната власти в Соединенных Штатах сосредоточена не в Белом доме, да, а в Сенате. У сенаторов возможностей законодательных, властных возможностей гораздо больше, чем у президента. Ну, и рынок, естественно, ждет этого голосования. Является ли оно позитивным для Соединенных Штатов и для доллара? Безусловно, да. А теперь давайте посмотрим. Один вопрос благополучно разрешился в пользу доллара. А что у нас с вопросами, которые давили на еврофунт до этого? Ну, то есть, там, вопрос про энергетику. Никуда ничего не подевалось. Вчера уже во второй половине дня появились сообщения о том, что еще три британские компании объявили о своем банкротстве. Ну, ситуация прекрасная, мягко говоря. То есть, перспективы там, конечно же, ой-ой-ой, по всей видимости, последствия будут разгребать еще очень-очень долго. И, судя по всему, да, энергетический кризис продлится до конца зимы. Примечательным во всей этой истории является вот что. Давайте по порядку. Макроэкономическая статистика. Ее вообще все игнорируют. Вот, например, с утра вышли данные по ВВП Великобритании. Первое. Пересмотрели данные за первый квартал. С минус 6,1% до 5,8%. О, уже неплохо. Предварительная оценка показывала, что во втором квартале темп роста составит 22,2%. Конечно, астрономически, но не надо забывать, что до этого, там, практически год британская экономика только же тем и занималась, что сокращалась. Даже не год, а 5 кварталов, то есть год и 3 месяца. То есть, что это лишь эффект низкой базы такой рост. Но в любом случае, итогово эти данные показали, что темпы роста ускорились до 23,6%. То есть, они еще больше, чем ожидалось. Причем существенно больше. Как этот фунт отреагировал? Ну, наверное, можно сказать так. Фунт решил постоять на месте. То есть, можно сказать лишь одно, что вот эти данные по ВВП в лучшем случае позволили фунту держаться. Не более того. А вот, например, предварительные данные по инфляции во Франции. Было 1,9, стало 2,1. Да, совпало с прогнозом. Ожидали тоже 2,1. Могло быть 2,2. Ну, получили 2,1. Сегодня еще в Германии будут публиковаться аналогичные данные. И здесь ожидается, что инфляция ускорится до 4,1%. То есть, инфляция в Европе продолжает расти. Еще заметить, в Штатах она вроде как, ну, по крайней мере, временно стабилизировалась. Там есть очень сильные риски ее дальнейшего роста. Но пока по факту речь идет о торможении этого процесса. Что тоже позитивно для доллара. А вот в Европе она только ускоряется. А ЕЦБ? А ЕЦБ? А ЕЦБ ничего. Даже Банк Англии уже о чем-то заявил. Даже оговорился о том, что если ситуация будет дальше так идти, возможно и в этом году повысим. Ну, это возможно гипотетически. Но опять же, простите внимание, заявления представителей Банка Англии тоже никак не помогли фунту. Вообще никак. То есть, все вот эти вот моменты, они сейчас не имеют никакого значения. Важно, что там происходит в Сенате относительно госдолга и что происходит с аналитическим кризисом. По этой самой причине сегодняшние данные по США, такие как итоговые данные по ВВП, которые должны показать ускорение, здесь не показаны годовые данные, а в годовом выражении с 0,5 до 12,2%. Тоже неплохо, да. Заявки на пособие по безработице, ну, они друг друга будут нивелировать, потому что первичные должны сократиться на, например, где-то 16 тысяч, повторные должны увеличиться на 2 тысячи. Да, баланс минус 14 тысяч, то есть неплохо, но это же за счет первичных, повторные-то растут. А именно повторные заявки имеют гораздо больше вес. Ну, в любом случае, изменение чисто символическое, оно перекрывает само себя, соответственно, тоже на это никто обращать внимания не будет. Ну, плюс по ВВП. Мало того, что все смотрят в другую сторону, так перед этим было еще 3 предварительные оценки, которые показывали ровно то же самое. То есть, все это уже учтено. Как могут развиваться события по евро, по фунту? Ну, скорее всего, само голосование, конечно же, спровоцирует дальнейшее снижение. Оно будет достаточно скромным, примерно как мы наблюдаем сейчас по евро. То есть, еще может быть пунктов 20. Фунт опустится пунктов на 25-30, скорее всего. Не более. То есть, снижение будет, по-моему, сейчас символическим. Оно уже отыграно в некоторой степени. Что дальше? Ну, посмотрим, может быть, у нас завтра какие-то интересные макроэкономические данные. У нас завтра, в первую очередь, предварительные данные по инфляции в Европе. Которые должны показать в лучшем случае, в лучшем случае, рост с 3 до 3,1%. Еще, пожалуйста, вам один негатив. Тем более, что, как я уже говорил, ЕЦБ ничего не делает. Соответственно, то есть, перспективы по евро в любом случае достаточно так себе. Итоговые данные по инфляции в активности в производственном секторе нет. Это неинтересно, потому что все это уже учтено в ходе предварительной оценки. Здесь смотреть особо не на что. В Соединенных Штатах, ну, скажем так, нет тех данных, которые могли бы серьезно повлиять на ситуацию. Расходы дохода физических лиц, в лучшем случае, второстепенный показатель. Плюс у всех будет еще эйфория от того, что все, там, шатдаун у нас отменился, все замечательно, все прекрасно. Вот такие вот, получается, дела. Кстати, я хотел бы обратить внимание, что все вот эти вот вопросы по, значит, энергетике, по возможному дефолту, он же шатдаун, да, там, или там, как угодно, несколько затмили вопрос, то происходящего на рынках, которые в последние дни чуть-чуть лихоразили, то есть они могли сходить сильно вниз, потом, ну, как сильно, там, на пару процентов, потом сходить наверх, чуть меньше, чем на пару процентов. То есть мы не увидели вот того самого классического закрытия финансового года с обвалом американских, а вслед за ними и всех остальных биржевых индексов. Да, есть какие-то там перетрубации в Китае, но, скажем так, это не что-то глобальное, то есть не настолько это масштабно. По всей видимости, вот этим информационным фонам удалось несколько переместить фокус внимания в другую сторону, а до этого решение ФРС о том, что сворачивание программы начнется уже ближе к концу года, программа количества смягчения тоже позволила рынкам несколько вздохнуть с облегчением и хотя бы не снижаться, а остаться в районе тех значений, которые были достигнуты ранее. Это, кстати, неплохо видно по индексу Мосбиржи, который, ну, по большому счету, уже полмесяца, если не считать, вот это вот снижение до 3950, он колеблется вот в районе 4050-4075, разок мы преодолели отметку 4100 пунктов. Да и даже вот это снижение до 3950, мы до него не дошли, оно тоже на фоне предыдущего роста выглядит достаточно скромно. То есть тоже можно говорить о том, что это вяло текущее стояние на месте с плавным ростом. Но обвала рынков никто не отменял, то есть это нас еще ждет, как говорится. Просто теперь это перенеслось на ноябрь, на декабрь. Вот и все. И могут постараться такими же темпами доползти там до новых исторических максимумов. Скорее всего, в октябре это и произойдет. Посмотрим, как оно там будет. А что у нас с рублем? А рубль вообще последние пару дней банально стоит на месте. Масштабы его колебаний на фоне изменения евро-фунта вообще практически отсутствуют. Более того, мы уже больше недели топчемся на месте. В районе 72-75 плюс-минус 25 копеек туда-сюда. Все. И это несмотря на все происходящее. Ну, с одной стороны, вроде бы как рубль получает поддержку от энергетического рынка. То есть рынка энергоносителей нефти, газа. С одной стороны, да. И по идее, учитывая какие там рекорды, нефть вообще практически на трехлетнем максимуме. Буквально вчера, позавчера там была, сейчас немножко там затихло все это. Ему расти явно некуда. Он сильно перекуплен. Наоборот, ему надо было бы снижаться. Но этого тоже не происходит. Что же, а что же на самом деле сдерживает еще вдобавок и всего, кроме перекупленности рубль от роста? Ну, на самом деле, не самые лучшие прогнозы по макроэкономической статистике. Мягко говоря. Кстати, завтра у нас будет публиковаться ряд данных. В частности, уровень безработицы. Да, он должен снизиться с 4,5 до 4,4%. Но тут есть определенная особенность, что российский показатель уровня безработицы не настолько информативен, как там в Европе или Соединенных Штатах. Потому что у нас люди, уволившись, потеряв работу, не склонны идти в службу соцобеспечения, соцзанятости и тому подобное. Соответственно, госорганы получают лишь неполную информацию относительно состояния рынка труда. Да, они могут это тоже мониторить и как-то анализировать на основе всевозможных агрегаторов по работе, различных ресурсов. Это тоже можно смотреть. Но там тоже информация будет неполной, потому что человек все еще имеет работу, сидит, спокойно работает. Он просто понимает, что ему зарплату повышать не будут или его повышать тоже не будут. Здесь у него никаких перспектив нет. А дай-ка я поищу другое место работы. Так тихо, спокойно размещу резюме на каком-нибудь сайте. И буду сидеть, ждать звонков. Мало ли, что-то там дополучится. И как их учитывать? Ну, если подходить ко всему в лоб, то человек, если резюме разместил, значит он безработный, а он работает. То есть, здесь тоже получается очень-очень такое крайне-крайне сложно для анализа вся эта информация. Соответственно, наш показатель не столь информативный. Тем не менее, динамику, по крайней мере, он передает. То есть, здесь он снижается. Значит, да, в полноценном стране уровень безработицы несколько снижается. Другое дело, что это наверняка не 4,4%, а показатель повыше будет. Но это уже дело другое. Тут сам факт снижения этого показателя. Что-то уже неплохо. Но, а как у нас это все дело с розничными продажами? Темпы роста, которые должны снизиться, замедлиться с 4,7% до 3,8%. О как! То есть, безработица у вас снижается, а продажи падают. А если получается, люди теряют работу и вынуждены выходить на новую работу с более низким окладом, ну, это, мягко говоря, не самая лучшая ситуация. И картина малоприятная. Поэтому вот эта обстановка, она тоже, безусловно, давит на рубль, не позволяя ему действительно как-то там укрепиться и сдерживать его. Кстати, очень примечательный такой любопытный момент вчера произошел. Были опубликованы данные по запасам сырой нефти в Соединенных Штатах Америки, которые, по идее, могли бы влиять на, ну, как-то сказаться на рынке. Но рынок, по большому счету, их проигнорировал. Хотя запасы выросли почти на 4,6 миллиона тонн. Почему же рынок не отреагировал дальнейшим снижением нефти? Вот если бы запасы снизились, то нефть бы дорожала. Почему? Потому что если у Соединенных Штатах тоже возникает проблема с запасами сырой нефти, значит, она сейчас начнет массово скупать эту нефть по всему миру. Учитывая, что у Соединенных Штатов банально финансовых ресурсов больше, чем у многих, ну, может быть, только Китай может с ним поспорить, да, больше этих финансовых ресурсов, то, понятное дело, что они будут перетягивать больше на себя все эти поставки. Поэтому вот снижение запасов могло бы повлиять. А почему рост тогда не повлиял? А все дело в том, что хорошо, в Соединенных Штатах образовался избыток нефти. И что? Соединенные Штаты сейчас побегут спасать весь мир, страдающий от всего возрастающего дефицита энергоносителей? Они, может быть, и хотели бы. Даже очень бы хотели. По таким-то ценам. Кто не захочет. Вопрос в другом. У них нет физической возможности. Их физический потенциал экспорта энергоносителей по большей части исчерпан. Все, они больше не могут. Остается только заполнять хранилища. При этом уже давным-давно ведется разговор, еще со временем Барака Обамы, о необходимости увеличения экспортных мощностей, модернизации портовых инфраструктуры, достройка нефти и газопроводов, чтобы нефть и газ могли идти в сторону этих самых портов, а не только от них. Потому что сейчас у них нефть и газ могут идти только в одно направление. Выгрузили в порту и пошли вглубь материка. В обратную сторону буквально один трубопровод есть или даже максимум два. Этого явно недостаточно. И промышленники выступают против этого сейчас активно, потому что их тут, честно говоря, ложа руку на сердце, их можно понять. Да, там по всему миру, черт не знает, что происходит, там цены какие-то астрономические, а у тебя на внутреннем рынке переизбыток, цены ниже. Это же какие конкурентные преимущества. Нет, конечно, честная конкуренция, свободная торговля, это все замечательные слова, которыми можно кормить только лишь, там, не знаю, младшую дошкольную группу. В реальной жизни все работает совершенно по-другому. Как только у тебя появляется какая-то возможность обойти своего конкурента, не совсем честным путем, не совсем справедливым, но законным, все будут пользоваться. Вот сразу в очередь выстроятся. Да и потом еще кости своих бывших оппонентов и радоваться будут этому. То есть тут все понятно, промышленники, они ведут себя совершенно логично. Но вот именно в данной ситуации из-за вот этих условий рост запасов, как ни странно, не мог повлиять на рынок нефти. Поэтому цена на нефть, в общем-то, не падала дальше, а как-то встала на месте еще даже до этого. А потом попыталась немного пойти наверх даже. Но это все такая мелочь и лирика, такое небольшое отступление. Ну что ж, завтра будем смотреть. Завтра, конечно же, в первую очередь речь идет о инфляции в Европе. Это главное событие завтрашнего дня. Оно могло бы быть и главным событием всей недели, если бы не вот этот безумный информационный поток по поводу энергетического кризиса и госдолга Соединенных Штатов Америки. Так что на данный момент отошло на второй план, но картины это особо не поменяет. На этом у меня пока все. Если у вас есть вопросы, пожалуйста, пишите, задавайте их. Постараемся максимально оперативно на все их ответить. А на этом я с вами пока прощаюсь. Желаю вам удачи и до новых встреч.